В Государственном медицинском университете города Семей состоялась международная научно-практическая конференция медико-социальной интеграции и духовно-нравственные аспекты общественного здоровья. Конференцию посвятили 80-летию профессора Умит Альжановой, которая много лет проработала в стенах этого вуза. Она является автором ряда изданий, которые стали основными источниками изучения философии для медицинских вузов. Медицинский университет чествует своего заслуженного педагога. Альжанова Умит Каримовна за полвека своей работы прошла путь от простого преподавателя до обладателя награды Алтын Адам в номинации педагог 2006 года в Казахстане. В стенах медицинского университета ей удалось сформировать непривлекаемый авторитет кафедр гуманитарных дисциплин. Если спросить у любого медика старшего поколения, помните ли вы философию, он может ее и не вспомнить. Но если он закончил медицинский Семипалатинский университет, он скажет, да, мне преподавала Умит Каримовна. Это настолько выдающийся человек и педагог, который зажигал факел знания и стремление размышлять у медиков. От имени всего коллектива ректор вуза вручил Умит Каримовне награду «Щедрая душа», которой награждаются почетные лица и профессора. Без правильного мировоззрения невозможно стать хорошим врачом. Это философское начало сегодня в научном мире рассматривается как один из важных аспектов здравоохранения. Его активно поддерживает и профессор из Индии Садши Кумар Гупта, приехавший специально для участия в этой конференции. Я хочу сказать, что мы лечим все болезни, почти все. Мы нашли лечение, но при этом мы должны понимать, что сами болезни возникают не на пустом месте. В первую очередь это касается духовного состояния человека. Именно развитие духовных качеств поможет человеку полностью понять, что такое истинное здоровье, и поможет избавиться ему от всех его болезней. В рамках конференции состоялись выступления более 20 участников по четырем секциям. По ее результатам будут выданы сертификаты и дипломы. Саулей Багалива, Ильжан Макзумов, Служба новостей семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!